Артем, поздравляю с победой. Традиционно поделись, пожалуйста, своими эмоциями. Спасибо большое. Безумно счастлив. Честно, столько переполняло эмоции меня. И вообще, то, что команда победила, я просто горжусь каждому вообще партнёру, каждому члену команды. И огромное спасибо хотел бы передать медицинскому штабу, Вячеславовичу, доктору нашему, колюжному, Альберта, Николаевич, Семакин, Серёжа, Стёпа и Валерьевич. Они меня прям подняли в кратчайшие сроки, потому что было под вопросом моего участия. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне. И всю игру я выдержал через боли. Но я безумно счастлив, честно. Это вот оно окупается, вот это всё. Я безумно счастлив, потому что сегодня нужно было победить. И самое главное, очень некрасиво. Знаете, мне хотелось бы сказать, что когда люди начинают говорить и какие-то вбросы про Михайловича Галактионова, то, что вот он там поплыл или ещё что-то, я могу сказать, что очень молодой тренер ещё по меркам тренерского цеха, но настолько сильный, а я повидал очень много специалистов, поэтому могу сказать, что очень сильный специалист, очень грамотный, мы его безумно уважаем и поддерживаем. Когда говорят, что он там что-то не управляет, это полный бред и вот эти вбросы. Нам очень не нравится игрока, потому что мы полностью за тренера. Он, когда надо строгий, когда надо всегда наоборот поддерживать, поэтому ему огромный респект. И многие здесь, в том числе и я, могу за себя сказать, что я играю за него. Поэтому мы за Михайловича сражались сегодня, потому что не было его, не было бара. И было важно победить, потому что думали, что нас ослабило, а мы только от этого стали ещё сильнее. Вот и всё. А как сказалось отсутствие Михаила Михайловича в сегодняшнем матче? Ну, конечно же, тяжело и непривычно, но удалось. Кучито, амиго! И этот, очень, было непривычно его не видеть. Но, говорю, вот объединились одной целью и два раза за сетон победить «Зенита». Я думаю, это дорогого стоит. Это говорит о том, что наша команда с характером серёжка. И у нас, у этой команды есть большое будущее, потому что вот так вот закаляется характер, вот так вот становится уже, ты ловишь уже определённую уверенность. Нам нужно поймать вот эту игру именно со всеми, а не только разделять на «Зенит» и на топ команды с такой самоотдачей. И с первой минуты до последней, потому что мне кажется, что при тяжёлых условиях была очень интересная игра. Огромное спасибо болельщикам. И я думаю, что всё-таки заслуженно победили. Очень вообще прям мы счастливы. А как Олег Анатольевич настраивал команду в раздевалке? Олег Анатольевич настраивал, как обычно, он всегда много говорит, подсказывает, индивидуально где-то разговаривает. Поэтому был как обычно Анатольевич. И особенно привет огромный всем, кто говорил, что у нас нет шансов против «Зенита». Когда вот это говорит, это прям мотивирует, потому что это одно из наших речей было, что Анатольевич очередной раз все похоронили. Мы можем по-разному выглядеть, но то, что нашу команду нельзя списывать со счетов, это 100%. Мы самая, наверное, непредсказуемая команда премьер-лиги. Сегодня были очень сложные погодные условия и перенос матча. Как это вообще повлияло на настрой перед игрой? Ну, когда на полчаса перенесли, это было проблематично, потому что мы многие уже растерлись, уже горели, хотели выйти как можно скорее. Как мы понимаем, сначала «Зенит» хотел перенести на завтра, но потом поняли, что это очень все, грубо говоря, геморройно. Поэтому очень много там нюансов всяких и решили играть. Но я думаю, что правильно. Ростов играл с ЦСКА, то мы не сахарные, поэтому нормальное явление. Играть было непросто, холодно, но еще раз повторюсь, огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали. Это была классная атмосфера. Спасибо родным, близким, которые сегодня присутствовали и за нас болели, поддерживали. Я думаю, сегодня будет такой мини-праздник подарили в преддверии Нового года. Но ключевой момент сейчас. Нужно закончить красиво с Уралом дома, потому что иначе не хочется быть командой настроения, потому что обыгрывать топ-команду пятикратного чемпиона два раза за сезон и терять очки с другими командами, мне кажется, не совсем правильно. Ты сегодня отдал голевую передачу Нунаира. Расскажи, пожалуйста, про этот гол. Сережа. А, хорошо, да-да. Сюда, да. И этот. Ну, блин, классная была комбинация. Было, наверное, такое завершение. Вишенка на торте, скажем так, шах и мат. Очень классный пас отдал мне в касание, по-моему, или в два. Это брат, Миранчук, меня принял на грудь и увидел, ну, там, кричал тоже так очень. Я ему даю передачу, он один. Я думаю, ну, прими мяч, не бей в одну касание, сейчас какой-нибудь за стадион. А он прямо исполнил на дады должное. Хладнокровие у Технизяна. Я очень рад за него, за ребят, потому что... Мне нравится, что мы постепенно, там, все больше и больше людей горят, хотят. И все больше небезразличных, потому что все мы разные. Кто-то более эмоциональный, кто-то менее. Но мне хотелось бы, чтобы именно на футболе нужны эмоции. Нужно показывать, нужно стремиться. И вот это, мне, главный посыл для всей команды. Спасибо.